МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Надзирать за башкирцами, иметь такое же наблюдение и за киргизами. Если те или другие будут волноваться, то употреблять один народ против другого, сберегая русское войско. Такую инструкцию царское правительство давало в середине 18 века начальнику Оренбургской экспедиции Ивану Кириллову. Кстати, основателю Оренбурга. И это неудивительно, ведь исторически казахи и башкиры одни из самых близких и родственных народов. Веками мы жили рядом, в мире и согласии, были друзьями и союзниками, братьями. Наш язык практически идентичен, а в начале 20 века лидеры Алаш и члены башкирского правительства даже предложили Ленину и Сталину создать единую Казахско-Башкирскую республику со столицей в Оренбурге. Большевики, понятно, такую идею отвергли. Единое государство двух сильных тюркских народов их пугало. Чуть позже, в 1934 году, казахов и башкиров разделили и физически, вывели из состава Казахской АССР значительные территории, создав на них между двумя республиками и народами Челябинскую и Оренбургскую области с прямым подчинением РСФСР. Таким образом, это административно-территориальное разделение уже меньше, чем через сто лет, привело к тому, что казахи и башкиры сегодня практически чужие друг другу народы, которые и не подозревают о том, как они близки на самом деле. Этой отсылки можно было и избежать, но, представляя вашему вниманию новый документальный проект на историческую тему, все-таки хочется рассматривать историю Казахстана в контексте истории мировой. Здравствуйте, меня зовут Адель Нуртай, и я хочу представить вам цикл документальных фильмов «Алаш. История степного интернационала». Цель этого проекта – рассмотреть историю движения Алаш через призму истории всемирной, осмыслить истинные масштабы и горизонты идеи Алаш, понять, почему эта идея смогла сплотить не только казахскую элиту и казаха в целом, но и представителей русской, кыргызской, башкирской и европейской интеллигенции. В 1919 году во Владивостоке правительство Алаш через своего эмиссара и одного из лидеров Раимжана Марсекова обратилось к правительству Японии с просьбой о признании его независимости. Вот текст этого обращения. Марсеков, конечно же, не владел японским. Это перевод, его обращение сделаны сотрудниками дипломатической миссии на японский язык. И во многом благодаря этому факт обращения и сам документ сохранились в архивах японского МИДа. Такое сенсационное открытие не так давно сделал японский ученый-историк профессор Тамахико Уяма, который уже на протяжении 30 лет занимается изучением истории движения Алаш. Там он в частности просит японское правительство признать Алаш-Руду, а также содействовать признанию Алаш-Руды другими странами мира. Он также просит японское правительство предоставить оружие для борьбы с борщиками и медикаменты, потому что тогда в казахских степях свидетельствовали эпидемии. И он также пишет намерение Алаш-Руды послать своего представителя в правительскую мирную конференцию. Ценность и значимость этой находки для истории Казахстана и Алаш сложно преувеличить. Ведь это обращение освещает внешнеполитическую деятельность Алаш-Руды, которая до этого практически была неизвестна. Но о попытке Алаш-Руды наладить связь с Японией, которой лидеры Алаш интересовались еще со времен русско-японской войны, были и раньше. Еще в 18-м году по воспоминаниям башкирского лидера Заки Валидова башкиры и казахи согласились сообщить через Японию о поражении мусульманских народов России. Как сказано в показаниях Марсекова от 1938 года о его встрече с главой японской дип-миссии во Владивостоке, цитирую, «Я объяснил главе миссии, что наш народ уже два столетия почти находится в подданстве России, но те притеснения, которые испытывает наш народ, вынуждают нас обратиться к правительству Японии и просить ее помощи, дабы добиться нам самоопределения. Тогда глава миссии сказал мне, что Япония желает жить с Россией в дружбе и не в ее интересах портить свои отношения с соседней великой страной, а напротив желает ей процветания ее. Я в ответ на это сказал, что ваш ответ является ответом дипломата, но я не дипломат, а высказываю свои пожелания. И теперь, после того, как Турция, как глава мусульман, уже сошла с арены, наши взоры обращены на восток. И думаю, что едва ли в интересах Японии, чтобы соседняя держава была могущественная и не только Японии, а вообще любого государства. И я полагаю, что именно надо использовать настоящий момент как наиболее удобный. Несмотря на то, что Марсеков действительно дипломатом не был, его аргументы и харизма явно убедили и заинтересовали японского консула. Просьбу о признании республики Алаш и военной помощи, а Марсеков, судя по его показаниям, просил оружия для войска ни много ни мало, а от 40 до 100 тысяч человек. Так вот, японский дипломат попросил изложить данную просьбу в письменном виде, чтобы ее можно было отправить на рассмотрение высшего руководства. Забегая вперед, скажу, что Япония в принципе согласилась на поставки оружия для казахов, однако с условием, что делать она это будет не напрямую, а через адмирала Колчака, на которого Япония делала ставку в тот период. Однако для Алашурды посредничество Колчака в этом вопросе понятно было неприемлемо. Он не хотел, чтобы колчаковское правительство знало об этих контактах с японцами. А японская сторона считала, что вообще предоставить оружие очень трудно. У Японии не было так много оружия и географическое расстояние небольшое, но если даже сможет предоставить оружие, то обязательно через колчаковское правительство. Поэтому позиции обеих сторон не совпадались. Поэтому японская сторона ответила, что хотя Япония с сочувствием относится к бедственному положению казахов, пока не может предоставить помощь. Так закончилась первая попытка Алашурды установить связь с Японией, единственной на тот момент Азиатской империи, и получить международное признание. Да, даже в сложное время гражданской войны, когда было много других насущных вопросов и проблем, правительство Алаши демонстрировало высокий политический уровень и глубокое знание международного права и дипломатии. Почему это было важно? Потому что если бы хотя бы одно государство признало Алашурду, то международная правосубъектность признавалась бы, потому что для того, чтобы государство Алашурда считалось полноценно правосубъектным самостоятельным объектом, кроме оформленных ветвей власти, территорий, всех остальных, правительства, казначейства, еще необходимо было признание международное. И хотя первый контакт Алашурды с Японией через Раимжана Марсекова, который был настоящим восточным курьером Алаш, не достиг своей цели, но связи Марсекова с японскими агентами сохранились, и в следующий раз уже сами японцы стали инициаторами переговоров. Теперь они искали союзников в миссии поддержки китайского генерала Чан Кайши. Когда развернулась борьба за Китай, между коммунистическим Китаем и между Чан Кайши, который представлял Китай не коммунистический, а империалитический, капиталитический какого-то, да, западный пусть будет, то эмиссары Чан Кайши выходили на Японию с просьбой поддержать и оказать военную помощь Чан Кайши. Что, собственно говоря, и было сделано. Потому что Япония видела и в России, и в Китае континентальных соперников. Известно, что японские эмиссары приезжали в тот аул, где жил Рэм Джамбарсеков, он занимался активной политической деятельностью, просветительством на территориях. Жил полноценной жизнью. И выходили на него с просьбой, как он будет смотреть на предмет сотрудничества с Японией в будущем. В истории Алаш еще достаточно белых пятен. Многие открытия еще ждут своих исследователей, таких, как уважаемый Томахи Кауяма, который, не будучи казахом и не имея никакого морального долга перед деятелями Алаш, посвятил практически всю свою жизнь изучению их истории. Так вот, насчет белых пятен. Практически ничего не известно о китайском направлении внешней политики Алаш. Хотя, как выясняется, тот же самый Чан Кайши, который был непримиримым идейным врагом китайских коммунистов, также сочувствовал движению Алаш и видел в нем потенциального союзника в борьбе с коммунистической идеологией. Он поддерживал создание тюркского государства в Восточном Туркестане. Активную поддержку движению Алаш, как это неудивительно, оказывал Чан Кайши. Ведь Чан Кайши не появился на политической авансцене в период торжества коммунистического Китая. То есть это был лидер достаточно известный еще до революции. И вот эти контакты тоже есть. Более того, я был удивлен, что два его генерала были титульными казахами у Чан Кайши. И они принимали активное участие в борьбе с коммунистическим Китаем. Нужно отметить, что после ликвидации правительства и автономии Алаш на территории Казахстана, в Западном Китае еще оставались мощные очки сопротивления коммунистам, во многом также поддерживаемые гаминдановскими силами Чан Кайши. Дело в том, что по состоянию 1937 года в Восточном Туркестане еще существовала Восточно-Туркестанская республика, Турко-Исламская республика Восточного Туркестана. А в Казахстане еще до 1937 года продолжалось партизанское освободительное движение. И вот для того, чтобы, скажем так, как-то укрепить легитимирные свои позиции, Казахстану в 1937 году был, скажем так, закреплен за ними статус союзной республики. До этого был статус автономии Казахская, автономно-социалистическая республика. А после этого, скажем так, в 1937 году была закреплена статус союзной республики для того, чтобы как бы идеологически подкрепить свои позиции, поскольку на той стороне существовала Турко-Исламская республика Восточного Туркестана, пока еще не подавленная, получается, китайскими властями при помощи советских оккупантов. Но вернемся в 1919 год, в котором еще ничего не понятно. Большевики в сложном положении, их идеология противна алашурдинцам. Колчак заметно укрепился и имеет все шансы на свержение красных. Однако он уже расстрелял делегацию башкирского правительства, которая прибыла на переговоры с ним. Колчак за возрождение монархии и империи. Он сам потенциальный тиран и диктатор. Демократам из алаш в таком случае не оставалось ничего другого, как искать пути сближения с властью Советов. В это время правительство Ленина, Троцкого и Сталина находились в очень сложном положении. В 1919 году с востока наступает Колчак, уже взяли Самару, Симбирск, осаждают Казань. С севера британские войска, с юга Деникин, Юденич под Петроградом. В таком положении, конечно, Ленин пишет воззвание во всем трудящимся востока, мусульманам. Условно, общий посыл можно охватилизовать так, как Ельцин в свое время говорил. Берите суверенитеты сколько сможете. Право на самоопределение тогда для национальных республик и движений было главной целью и мечтой. Ради этого правительство Алаш готово было идти на любые договоренности и условия. Большевики, как оказалось, тоже были готовы и способны на многое. Это все узнают потом. А пока алашурдинцы пришли, поверили, приняли за чистую монету, не поняли популизма и поплатились за это. Потом. Когда мы оцениваем лидеров движения Алаш, их историческую ценность, значимость для нашей государственности, для нашей истории, нужно понимать, что эти люди умели отойти от своих политических взглядов, от своих политических принципов. Ради сохранения целостности страны, ради сохранения хоть каких-то, скажем так, механизмов, которые привели бы, в конце концов, хоть какой-то политической организации, неважно, в автономной форме, самостоятельной, федеративной, конфедеративной. При таких обстоятельствах делегаты, которые были от Алаш-Арды, от Башкортостана, они предварительно согласовали позиции. От Алаш-Арды поехали Ермеков, Габасов. От Башкортостана поехали Мулайн Халиков и Закивы Литтуган. Тогда было подписано соглашение о том, что, где Ленин подписал соглашение о том, что признается правительство Башкортостана, признается правительство Алаш-Арды. Да, Ленин лично признал автономию Алаш и башкирскую национальную автономию. Но когда положение большевиков укрепилось, а укрепилось оно во многом благодаря тому, что Колчак потерял поддержку сразу двух крупнейших народов, которые имели вполне боеспособную армию, тогда, по воспоминаниям все того же Закива Литтугана, Ленин сказал ему, что их договоренности о праве на самоопределение и независимость стоят не больше бумаги, на которой они были подписаны. Вот такой выберет совершил вождь мирового пролетариата в отношении наших народов. Я не знаю, что тогда испытали лидеры Алаш и как они нашли в себе силы дальше работать с большевиками, а ведь некоторые члены правительства Алаш вошли позже в состав советского правительства Казахстана. То есть если ты вместе со стороной все это переживаешь, то это переносится, наверное, легче. Поэтому, если бы он один видел, пережил бы это, ему было бы еще тяжелее. А то, что они вместе с народом переживают, они поэтому и, может быть, и объединялись в этих условиях. Мы хотели улучшить положение своего народа, служить своему народу. Нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих. Это цитата из 13 стиха 15 главы Евангелия от Иоанна. Она начертана на надгробном камне на могиле Мустафы Шухая в Берлине, его супругой и верной спутницей Марии Гориной. Конечно, каждый по-своему поймет значение этих слов для себя. Очевидно одно. Мустафа Шухай до последнего вздоха оставался верным своим идеалам и целям. Он посвятил жизнь борьбе за независимость своего народа. Однако, когда он уехал в Европу, чтобы там продолжить борьбу за свободу всего Туркестана, советская власть пыталась сделать из него предателя Родины и врага народа. Якобы он продался фашистам и поддержал Гитлера. Если мы вспомним о том, что после эмиграции Мустафы Шухая в Европу, во Францию, он распространял, пропагандировал идею Большого Туркестана. Так вот, эта идея как раз идея Алаш. Мустафа Шухай, он когда писал такие книги «Туркестан под властью Советов», как журналист, как публицист, пытался помогать в гуманитарной миссии турским военнопленным, которые оказались под властью Гитлера, получается. То есть, работал с гуманистической миссией. Закив Али-Туган в это время находился, получается, в Турции и больше работал на научной стороне. Они закладывали основу, потому что они рассчитывали на будущее. Они хотели исполнить то обещание, которое они дали своим соратникам, борцам за свободу Туркестана, которым плечом воевали в 20-е годы против советских оккупантов, все-таки донести эту борьбу. По моему мнению, Мустафа Шухай расширил масштабы идеи Алаш, как в контексте времени, так и содержания. Как вы знаете, после установления власти большевиков в 20-х годах 20-го века правительство и движение Алаш на территории Казахстана были полностью ликвидированы. В то же время, именно благодаря деятельности Мустафы Шухая, идея и движение Алаш обрели вторую жизнь на территории Европы с 20-х по 40-е годы. Но некоторые исследователи, ссылаясь на то, что он уехал за границу, не считают Мустафу Шухая продолжателем идеи Алаш. Я с этим в корне не согласен. Ведь Мустафа Шухай уехал в Европу не за куском хлеба или на заработки. Он уехал туда для продолжения и распространения идеи Алаш. Более того, в Европе он говорил уже не об автономии Алаш, а о независимости, и не только казахов, а всего Туркестана. Поэтому я считаю Мустафу Шухая последним руководителем движения Алаш, благодаря которому эта идея вышла на совершенно новый уровень и эволюционировала. И это уже тогда понимала советская пропаганда. Поэтому по личному поручению Сталина началась планомерная работа по дискредитации Мустафы Шухая на родине. В условиях начавшейся Второй мировой войны и вторжения немецких войск, Шухая в первую и главную очередь обвинили в предательстве. Якобы он поддерживает Гитлера и готовит в Германии Туркестанский легион. Сразу скажу, что это не так, хотя по моему личному мнению, даже если бы это случилось, Шухай имел на то полное моральное право. Ведь на тот момент, когда вермахт пытался склонить его к созданию Туркестанского легиона в 1941 году, большевики уже утопили его родину в крови репрессий и искусственно созданного голода. Его родной аул был стерт с лица земли вместе с его родственниками. Все его друзья и соратники по движению Алаш были убиты без суда и следствия. Поставьте себя на место Мустафы Шухая и представьте, что бы вы в таком случае сделали. Кто для вас в такой ситуации был бы большим злом и врагом? Однако, несмотря на это, Мустафа Шухай не поддержал фашистов и вскоре при загадочных обстоятельствах умер. И даже смерть Шухая была использована большевиками для того, чтобы разделить единый Туркестан, о котором так мечтал Мустафа Шухай. Благодаря подрывной работе советских агентов Махмуда Айкарло и Рахима Бурханова, образно выражаясь, труп Шухая положили между казахами и узбеками, обвинив в смерти Мустафы узбека Великая Юма. Якобы это он отравил Шухая. Вот так советская пропаганда исполняла имперскую политику по принципу «разделяй и влавствуй», последствия которой не все из нас осознают до сих пор. Говорить о том, что реализовать идеи Аллаш вне изучения наследия Мустафы Шухая Ахмедзаки Великая Тугана, научного, теоретического, публицистического, это просто безнадежная затея. Вот. Тот посыл, который хотели реализовать эти правительства, он реализован именно там, в этих книгах. А не в том, что потом навязали советские оккупанты. То есть мы вернуться к той реальной, исторически, скажем так, нацеленной дороге, которая идет от свободных выборов 1917 года, мы к ней дороге до сих пор не вернулись. И даже пути до сих пор бьемся в этих трех соснах. Национальное строительство там, квазилиберального, там, советского или там, национал-социалистического. Как это строится на аварабических позициях, как это строилось тогда представителям исторического Туркестана, до сих пор еще у нас в этом отношении работа не проведена, и более того, этому активно препятствуют и внешние, и внутренние силы. Что касается пути Мустафы Шукая в Европу, то во Францию и Германию он попал не случайно, но не сразу. Еще до ликвидации правительства Алла-Сурда башкирские и казахские политики принимают решение разделить свои силы. Мустафе Шукаю и Закива Леди Тогану поручают начать работу на так называемом внешнем направлении. Тоган сначала отправляется в Среднюю Азию, где поднимает басмачское движение. А Мустафа Шукай едет на Кавказ, где также участвует в антибольшевистском движении. Одним из тех, кто поддержал Мустафу Шукая и идею Аллаш на Кавказе, стал Ахмед Цаликов, видный осетинский политический и общественный деятель. На этой фотографии, сделанной в 1920 году в Тифлисе, он запечатлен вместе с Мустафой Шукаем и другими его соратниками. Он оказывал прямое содействие, укрывал. Более того, печатались издания на чагатайском, на тюркском языке. И они потом через паромные переправы, через всевозможные каналы, агентуры, они доставлялись на территорию Казахстана, Средней Азии, потому что борьба с большевиками продолжалась, она же не завершилась в 19-м, 20-м, 21-м году. Кроме Цаликова, никто там не мог ему оказать поддержку, потому что он был основным лидером всех интеллектуальных сил. Но Мустафе Шукая была оказана максимальная поддержка в его издательской деятельности, пропагандистской деятельности. И когда наступила угроза для Мустафы Шукая, ему помогли спокойно эмигрировать в Турцию. Меня часто спрашивают, почему Мустафа Шукай не остался в Стамбуле и уехал во Францию. У него не было такой возможности, потому что в 1921 году сами турки еще не вернули контроль над Стамбулом. И поэтому там не было возможности выпускать журнал или вести другую политическую деятельность. Более того, уже в 30-х годах в Турции был запрещен выпуск журнала «Яш Туркестан». На то были свои причины. Молодая Турецкая Республика и Советский Союз установили дружеские отношения. Москва помогала Турции и деньгами, и оружием, потому что у них был общий враг – Великобритания. И вполне возможно, что советская власть потребовала от руководства Турции запретить журнал «Яш Туркестан» на ее территории. Это знал, понимал и писал об этом статьи и сам Мустафа Шукай. Мустафа Шукай понимал, что для активной политической борьбы с советским режимом нужны были финансовые. И Турция не могла предложить таких возможностей, таких условий. И он понимал, что если эмигрируют так же, как многие лидеры белого движения в Европу, у него будет возможность заниматься совсем на другом уровне, ну, на международном уровне практически, борьбой против большевиков. В Турции Мустафа Шукай долго не задержится и вскоре отправится в Европу, где к тому времени будет сосредоточена большая коалиция белых эмигрантов и противников советской власти. Мустафа Шукай начинает здесь активную политическую работу, участвует в конференциях и симпозиумах, печатается во многих политических журналах и газетах. В своих статьях он обличает власть советов и пытается донести до мировой общественности тяжелое положение всех народов Туркестана. Мустафа Шукай постоянно контактировал, во-первых, с Керенским, во-вторых, с лидером либерального движения Милюковым. А кто такой Милюков? Основной лидер всего буржуазного либерального движения России на тот период. Поэтому Мустафа Шукай был вхож в самые высшие слои российского политического истеблишмента, которые, собственно говоря, пострадали от большевиков. И благодаря вот этим контактам, и не только, наверное, собственно говоря, уже сам обладал определенным бэкграундом, на него обратила внимание британская разведка, на него обратили внимание представители посольства США во Франции. В общей сложности Мустафа Шукай проведет в эмиграции 22 года и так и не сможет вернуться на родину, где его имя, его борьба и его заслуги окажутся под полным запретом. Сегодня, говоря об идее Аллаш и истории Аллаш, мы должны понимать, что именно Мустафа Шукай стал продолжателем дела тех, кто был репрессирован и расстрелян в 30-е годы. Он дал вторую жизнь и новое дыхание идеи Аллаш, вывел ее на новый уровень и увековечил в анналах мировой истории, как пример высокой нравственности и благородства. Хотя на его исторической родине и в его родной истории его как будто еще не могут оценить достойно и справедливо. Мы себя страшно обедняем. Не то, что мы обедняем историю, а мы делаем сознание наше убогим, не обращая внимания вот на это, понимаете? То есть наше сознание совершенно не бежит, не уходит от времен колонизованности, подчиненности там фашистско-тоталитарным режимам и так далее. Ничего не происходит, если вот мы не идем вот на такой открытый диалог с реальной историей. Отец, я не знаю, где ты похоронен. Посвящаю тебе, Турику Лайтматову. Таким предисловием начинается повесть великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова «Материнское поле», написанная в 1963 году. Да, до 1991 года дети Турику Лайтматова не знали, где захороненных отец расстреляны органами НКВД в годы репрессий. Ни статус, ни положение и авторитет не помогли Чингизу Айтматову получить засекреченную информацию. Лишь в 1991 году при раскопках братской могилы Чонташ, Благодаря чудом уцелевшему обвинительному заключению удалось идентифицировать останки Турику Лайтматова среди других 137 расстрелянных. 5-6 ноября 1938 года расстреляли 137 человек. Их тела сбросили в кучу там во дворе тюрьмы. 7 ноября праздник был Великой Октябрьской революции. Руководители этого, они стояли на трибуне и приветствовали людей, шедших по площади. А на другой день они положили все эти тела в машину и увезли скрыто. Везде поставили охрану, чтобы никто не выходил и не видел. За 30 километров от нашей столицы, в Чонташ есть такие горы, там была дача НКВД. И вот на этой даче был кирпичный завод. И у кирпичного завода была такая камера ловшего кирпичей. И они туда побросали всех этих 137 человек. Там было сухо, там всегда температура высокая была. И первыми, видимо, забросали вот этих наших руководителей, а потом уже остальных. И туда не поступал кислород, и не было окисления. И эта бумага сохранилась в течение 53-х лет. Ее можно было прочитать, ее тут же сфотографировали, все эти документы. И там можно было читать, это было обвинительное заключение на трех листах. Эти документы доказали, что там похоронены вот эти люди. И потом уже по протоколу, найдя номер этот, по протоколу выяснили, кто там похоронен. Между тем сам Турику Лайтматов был образованным человеком, занимал ответственные государственные посты и внес большой вклад в становление и развитие кыргызского государства. Однако в 1937 году был обвинен, осужден и расстрелян. В том числе и за то, что поддерживал идеи Алаш и хотел отделить Кыргызстан от Советской империи. В процессе подготовки этого проекта нам посчастливилось встретиться с родной сестрой Чингизайтматова. Роза Турикуловна рассказала нам о судьбе отца и других представителей кыргызской интеллигенции, которые были осуждены и расстреляны за то, что поддерживали или входили в состав партии Алаш. В советское время это все скрывалось. Никогда не назывались эти фамилии, потому что они были объявлены врагами народа. Мы, например, были семьей врага народа. Когда отца арестовали, и наша семья приехала в село наше, Шекер, его не приняли в школу душе научиться. Сказали, что сына врага народа не будем в школу принимать. Поэтому, например, наша мама пыталась уехать в такое глухое маленькое село, где мало кто знает нашу фамилию. Все-таки фамилия была известная. И вот мы жили в таких селах, скрывали, что мы, дети врага народа, вот так выросли. Да, в партии Алаш было немало представителей кыргызского народа. Они вместе с казахскими деятелями прониклись идеей Алаш и внесли свой вклад в ее реализацию. Потому что два братских народа скрепляли не только родственные узы и общность истории, но и будущее, ради которого они пожертвовали своими жизнями. Ахмед Байтусин – это реформатор не только казахского, но и кыргызского языка. Касым Транстанов – это основатель алфавита, кыргызского алфавита. Это Шеналай Дарбеков, первый мир города, Пешкек к того времени, и был представителем Верховного Совета. Значит, Абдикерим Сыдыков стоял в истоках государственства Христана. И вот они лучшие умы слились тогда в этой партии. Из 15 членов Аллаш-Ордой, избранных от казахов и кыргызов, был, скажем, этнический кыргыз Жанеке Султанов. Более того, еще летом 2018 года казах создавалась партия Аллаш. Согласно постановлению первого всеказахско-кыргызского курлтая, среди кыргыз был создан филиал партии Аллаш. Известно, что такие лидеры наши, как Абдикерим Сыдыков и Шеналай Рабаев, они открыли отделение Аллаш в Крылстане. Они, в общем-то, поддерживали Аллаш-Ординские взгляды и боролись за то, чтобы как-то сохранить свой народ, создать государственность. Естественно, и Абдикерим Сыдыков, и Хасим Тунстанов, они очень близко работали, вместе работали. И Джусуп Абдрахманов, он непосредственно под его руководством работал. Естественно, что они поддерживали. Может быть, они открыто не могли сказать, не говорили, что они Аллаш-Ординцы, но идея Аллаш-Ординцев, они, естественно, были в их головах, и они как-то руководствовались этим. В начале нашего проекта мы говорили о теории относительности. Конечно же, через призму истории, не физики. Да, оценка исторических событий и личностей также подчинена этой теории. Долгие годы пространства и время влияли на оценку истории лидеров движения Аллаш, их идей и их самих. Это были годы несвободы, зависимости нашего государства и общества от законов тоталитарной системы советской власти. Сегодня и пространство, и время изменились. Изменились и наши взгляды, оценки и восприятия. Те, кто еще полвека назад для поколения советских людей были олицетворением чуждой идеологии, врагами народа и предателями, сегодня в свободном и независимом Казахстане, в свободном и просвещенном обществе, должны получить справедливую оценку. Главная миссия движения Аллаш для казахской истории, для казахской национальности, то, что они сумели сохранить территории и сумели войти в последующем состав Российской Федерации, Советской, в качестве отдельного национально-территориального объединения. Это позволило в последующем стать союзной республикой. Это в последующем позволило после распада СССР нам отделиться в самостоятельное государство. Они сделали все, что от них зависело. И мы должны быть им признательны и благодарны. Во-первых, они оставили идеи. Во-вторых, кроме идей, они оставили политические формы. Все эти политические формы национальных республик, пусть даже в усеченном виде, но это достижение, это завоевание, которое необходимо сберечь, приумножить, наполнить реальным содержанием. За это была пролита кровь. Нам ничего из государственности не досталось даром. За все заплачено сполна. Но не только правовая институционализация, не только экономическая модернизация, но и духовная, будем так говорить, модернизация исторического сознания, вот которой сейчас заявлена была программа Рухани Жангару, то, что подтвердено статьей Токаева «Независимость превыше всего», она должна реализоваться. И начинать надо необходимость возвращения того, что хотели сказать деятели Лошарды. А то, что они хотели сказать, это в Тругасы, Кивы Литоганы и Мустафы Жангару. Идея, заложенная нашим отцам, Малашевцам, жила в наших сердцах. Мы думали, мы знали, что когда-то придет время, мы получим суверенитет. И помните, Ататурк тоже говорил, что у нас в Центральной Азии живут наши самые близкие по языку, по культуре народа Центральной Азии, в Центральной Азии. Придет время, когда они получат независимый суверенитет, Турция должна первым прийти к нему, к помощи Таватканда, говорил он так. Поэтому эта идея воплотилась через 70 лет. Действительно, Турция первым признала суверенитет Казахстана и Кыргызстана, ну, то есть всех Центрально-Азиатских республик. Это была идея того времени. Идея Алаш и, собственно говоря, историческая миссия, роль лидеров движения Алаш, она бесценна с исторической точки зрения. Вы обратите внимание на Башкирию, которая была гораздо более боеспособной и в военном формировании. Она была гораздо более боеспособной в интеллектуальном, потому что она примыкала к европейской части России, была более тесно сплетена. Или посмотрите на тот же Татарстан, которые, тем не менее, остались в составе России. Сегодня они не являются самостоятельными субъектами в мировом пространстве, среди государств. Сейчас сам ход истории как бы возрождает идею Алаш по объединению родственников тюркских народов. Как мы сейчас наблюдаем, что тюркское государство начинает сближение. Вот уже за только этот год мы видели несколько встреч лидеров тюркских государств. Соответственно, объединение тюркских народов – это как раз та самая идея Алаш. И уже в начале 20 века, допустим, если в начале 20 века эта идея была, скажем так, преследуема советской властью, сначала царской властью, затем и советской властью преследуема. Но эта идея спустя 100 лет снова появилась на повестке дня всемирной политики. И сейчас уже идет, скажем так, уже процесс сближения. И не факт, что завтра эти тюркские государства объединятся. Если не в единое государство, то в какую-то там конфедерацию или федерацию, или союз тюркских государств и народов. Это говорит о том, что идея Алаш, возникшая еще в начале 20 века, она не умерла, она возрождается, и она оказалась более чем жизнеспособной идеей. И опережавшая свое время больше, чем на 100 лет. И эта идея сейчас снова возрождается, и она, как никогда, я бы сказал, востребована. Воплотилась ли идея Алаш в жизнь, во имя чего свои жизни отдали лидеры-участники и исподвижники движения Алаш? Смогли ли мы, последующие поколения, воплотить их цели и мечты в реальность? Или хотя бы понять их? Все это риторические вопросы, на которые каждый найдет свой ответ. Очевидно одно – само присутствие в нашем генетическом коде, в нашем духе и нашей духовности такой идеи, такого идеала, как Алаш – уже большой подарок судьбы, который просто нужно ценить и беречь, как память и как пример. Это был проект «Алаш. История Степного Интернационала». Меня зовут Адиль Нуртай. До встречи. «Алаш. История Степного Интернационала» Алаш. Продолжение следует... Продолжение следует...